Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о первых шагах WordPress. Специально для этого я удалил сайт, на котором ставил эксперименты с WordPress на протяжении трех лет для своих скринкастов. Это большая жертва и она была принесена данному онлайн-курсу. Но, честно говоря, не совсем уж жертва, просто там уже столько всего было наоставлено и напеределано, что рано или поздно это нужно было сделать. По легенде мы не касаемся установки, поэтому я не рассказываю, как это делается. Тем более, что у меня есть на этот счет отдельный скринкаст. Ссылка в описании. Вот это конечная точка установки. Всю эту информацию вы можете изменить впоследствии. И вот нас перебрасывают в административную панель. Вам нужно авторизоваться. Кстати, я все-таки делаю этот курс для пользователей совсем начального уровня. И на начальном уровне люди часто даже не понимают, где находится административная панель. Если к вашему сайту не приложили руку программиста, то есть по умолчанию она находится по адресу ваш сайт слэш вп логин, то есть если вы забьете этот адрес в адресной строке, то попадете на страницу авторизации. Логин, пароль и вот она. Та знаменитая админка, о которой говорил Александр в предыдущем уроке. Что у нас тут есть? Сейчас мы на главной, в консоли. Вот здесь наверху есть возможность в один клик перепрыгнуть на сайт, то есть выйти из админки. Вот так, кстати, выглядит стандартный сайт после установки. Отлично выглядит. Я бы, мне кажется, вообще ничего не делал. Так бы и оставил. К чему вот эти вот все загогулины? И если повторно кликнуть здесь на название сайта, то вы обратно переместитесь в админку. Но эти межгалактические прыжки возможны только если вы авторизованы в качестве кого-то на данном конкретном сайте. Тогда у вас наверху всегда будет эта панель и из этой же панели, кстати, можно быстро добавлять материалы на сайт. Очень удобно. Вернемся в админку. Тут у нас информация о пользователе, то есть обо мне. Тут же можно ее поменять. Это настройки экрана, то есть главной страницы. Вообще не самая полезная страница, но настроить ее все-таки можно. Например, убрать какие-то виджеты, или перетасовать их здесь в соответствии со своими предпочтениями. Главное, что есть в админке, это вот эта левая панель. Про большинство закладок я буду рассказывать отдельно в процессе курса, а значит сейчас даже не буду их касаться и перейду сразу к пользователям. Сейчас у нас один пользователь, я. Я являюсь администратором, то есть владельцем сайта, а значит могу добавлять других пользователей. Добавить нового и информация. Имя это логин, обязательное поле, email тоже обязательно, а вот это уже не обязательно, потому что добавленный пользователь сам впоследствии может эту информацию редактировать. Пароль нужно задать, но пароль он тоже сможет впоследствии установить свой. И роль, то есть уровень прав. Про уровни прав вы можете почитать отдельно. Я расскажу в двух словах. Администратор может в общем-то все, например удалить другого администратора и сам сайт, так что лучше, чтобы администратор на сайте был один. Редактор может все, но не может добавлять и редактировать пользователей, а значит не сможет удалить вас и сайт. Автор может добавлять, редактировать и публиковать свои посты, только свои. А участник может писать и редактировать свои посты и не может их публиковать. Ну а подписчик это просто подписчик, хотя бы комментировать может, и то хорошо. Соответственно большинству участников процесса достаточно роли участника, простите за тавтологию, то есть писать, но не публиковать. Ну или автора, если вы ему доверяете, то есть писать и публиковать свое. С правами редактора на среднем сайте достаточно одного-двух человек и один администратор лучше не рисковать. Собственно Вове Ломову мы дадим права редактора, он у нас человек проверенный. Он приглашение принимает, заходит в админку и может делать здесь все, кроме добавления новых пользователей и изменения настроек сайта, к которым мы сейчас и переходим. Кстати, если вы администратор, то права пользователя можно будет менять в процессе. Здесь же можно создать новый пароль, если человек потеряет старый. Пользователя мы можем удалить, но и добер второй Вова Ломов теперь может удалить меня, поскольку я ему только что дал права администратора. Вот так вот легко нажатием одной кнопки. Еще раз, имейте это в виду. Дальше два слова про инструменты. Со временем здесь их может появиться много по мере установки плагинов, но на чистом WordPress тут есть по меньшей мере одна полезная штука — экспорт и импорт соответственно. WordPress создает XML со всеми вашими записями, метками, рубриками, которые можно будет впоследствии восстановить на другом сайте или на вашем случае его безвременной кончины. Это не бэкап, о различиях я буду говорить в последнем уроке, когда буду рассказывать про бэкапы. И собственно настройки — то, что доступно только администраторам. Название — это title, имейте это в виду самое тяжелое с точки зрения SEO составляющая сайта. Краткое описание, кстати, тоже входит в title, так что можно его не заполнять, а все уместить в название. Адрес сайта нужно будет изменить на вот такой, если вы вдруг подключите HTTPS, а это я вам очень советую сделать. Ссылка на скринкаст в описании. Не забывайте, кстати, сохранять изменения, если вы что-то изменили. Дальше по настройкам можете пройтись самостоятельно, в принципе тут можно ничего и не трогать. Единственное, вот здесь можно указать, как будет выглядеть URL. Тут лучше поставить название записи, которая работает в связке с плагином Kir2Lat. Подробнее мы будем говорить об этом, когда будем говорить про плагины. И в настройках конфиденциальности можно либо выбрать составленную WordPress страницу с информацией о вашей политике конфиденциальности, либо составить собственную. Но тут, я думаю, не помешала бы помощь юристов. Ну и на этом общее знакомство с админкой мы и заканчиваем и переходим уже к разбору частностей. Ну в смысле перейдем в следующем уроке.